Добрый день, уважаемые цветоводы! Меня зовут Светлана Воронина, я ландшафтный дизайнер, куратор выставки Мир Флоксов. Мы встречаемся с вами в зеленом домике ботанического сада, где мы готовим выставку. Выставка ежегодная, на ней мы показываем всегда около двух сотен сортов, и старых, и новых. И сегодня мы поговорим с вами о том, как появляются новые сорта, чем они отличаются от старых, обсудим группы сортов. Сразу скажу, что я делаю цветники, и я очень люблю использовать в них флоксы. Флоксы появились в России достаточно давно, во второй половине XIX века, акклиматизировались, и началась селекция. Звездный час селекции нашей отечественной пришелся на середину XX века. С тех пор у нас, в нашей копилке и в мировом ассортименте эти сорта держатся и представляют большую ценность для садов, они выносливы и очень красивы для цветников. И к моей радости флоксы стали появляться снова и в городском озеленении. Я хочу показать вам один из сортов, появившихся в середине прошлого века, это цвет яблони. И название говорящие, и сорт великолепный. Он не очень высокий, у него крупный цветок, роскошные шапки и такое замечательное качество, которое как бы повышает еще его декоративную ценность, это темные стебли. Светлые листья, темные стебли и нежнейшие цветки. Несмотря на то, что этому сорту более 50 лет, он своей актуальности не потерял и является украшением любой коллекции и любого цветника. Одно из актуальных направлений современной селекции, это получение голубых и синих флоксов. Сразу скажу, что настоящих голубых и синих не бывает. У флокса нет в природе такого пигмента. Вообще флоксы, которые в диком виде растут на лугах Северной Америки, на влажных лугах и на опушках, они достаточно скромно выглядят. У них маленький цветочек и тона лиловые, розовые, альбиносы есть, белоцветковые экземпляры. Цветочек некрупный, лепестки не смыкаются. Ну, в общем, что-то такое действительно природное, луговое создание, достаточно высокое. И современные сорта, конечно же, ушли далеко от природного облика. И такого тона, синего тона, у флоксов быть не может. Но некоторые все-таки лиловые, фиолетовые, сиреневые днем становятся в пасмурную погоду и в сумерках, то есть рано утром и вечером, становятся голубыми или синими. В частности, вот этот флокс селекции Кругловых, старый замок. Ну, он не самый синий, но, тем не менее, достаточно ярко-синеющий при изменении освещения. В саду такие флоксы очень эффектны в любом цветнике. Когда у вас меняется на глазах, солнце заходит за тучу и у вас вместо лилового тона появляется ярко-голубой, это очень здорово. Самые лучшие голубеющие я могу назвать. Блю Парадайз из иностранных сортов и из наших «Моя любовь, моя отрада», «Голубая отрада», «Светлячок», «Гордость России», «Голубая лагуна» и множество еще сортов, которые сейчас все появляются и появляются. Но надо сказать, что синеющие флоксы, они часто выгорают. Поэтому при появлении нового сеянца необходимо проверять его на стойкость вот этого пигмента, редкого для флоксов, чтобы он не страдал от росы дождя и от яркого солнца. Об успехах российской селекции я уже говорила о 20 веке. Но и сейчас работают замечательные мастера. И в этом году мы празднуем 80-летний юбилей Юрия Андреевича Репрёва, флоксового волшебника, из-под руки которого вышло большое количество замечательных сортов. Каждый из них при всем своем своеобразии отличает необыкновенную живописность. Вообще говоря, Юрий Андреевич, он авиаконструктор, лауреат госпремии, кандидат технических наук и художник-любитель. Он пишет маслом, пишет акварелью. И флоксист, селекционер от бога, наверное, можно сказать. Вот у меня в руках один из его флоксов называется «Разноцветие». Посмотрите, как прихотливо расписан каждый цветочек этого замечательного флокса. А ведь он не один у него такой. У него есть целая серия сортов, посвященных художникам. Ренуар, Айвазовский, Куинджи. Очень красивые. У него есть музыкальная серия, украшением которой является травиата. Мы ее выставляем. Она, кстати, прекрасно ведет себя, этот сорт, на северо-западе. Шапиньяна. И вот, друзья, наиболее яркие представители. Вот голубеющий флокс нашего юбиляра Юрия Андреевича Репрева, который называется «Гордость России». Посмотрите, какая у него необычная форма цветка. Днем сиреневый, в сумерках голубой. Замечательный представитель группы мелкоцветковых сортов «Пурпурная вуаль», сорт Елены Константиновой. Вот стойкий оловянный солдатик, которому ничего не делается ни от дождя, ни от сильного ветра. И, наконец, один из сеньцев, который мы будем оценивать. Вот. Видите, какой необычный, с красивым соцветием. Яркий, с круглым цветочком. Ну, вот посмотрим, как он понравится жюри и посетителям нашей выставки. Сравнительно новое направление в селекции – это мелкоцветковые флоксы. То есть возвращаемся обратно к исходному размеру флокса метельчатого, к его размеру в природе. Вот его размер. Цветочек не больше 2-2,5 см. Для чего же это нужно селекционерам и вообще нам, которые будут эти мелкоцветковые флоксы куда-то сажать? Это нужно в первую очередь для цветников малого ухода. Потому что мелкоцветковые флоксы легче обходятся, лучше выглядят при недостатке полива, недостатке питания. Им нужно меньше и воды, и еды, для того, чтобы выглядеть красиво. Лучшие из них очень долго цветут. Около двух месяцев длится цветение. Почему? Потому что вот эти маленькие цветочки флокс легко сбрасывает, и они не бьются дождем, не портятся от ветра. Маленькие потому что. Вот у меня в руках представитель этой замечательной серии, мистер Икс. Это флокс селекции Елены Константиновой. Она как ландшафтный дизайнер и мастер цветников, собственно, и занялась селекцией мелкоцветковых флоксов для того, чтобы использовать их в крупных цветниках и по характеру близких к луговым. То есть не пышные какие-то яркие цветники, а цветники с привлечением туда декоративных трав, монарды, вероника струмов, то есть растений более-менее природного облика. И флоксы туда дадут цвет, аромат, очень уместны в таких цветниках. И вот эта мелкоцветковая серия пополняется и пополняется. И в ней есть вот даже дымчатый мистер Икс, потом появившаяся у нас на Северо-Западе вот такая прелестная вещь, такой прелестный сеянец неразлучники, который называется. Это Оксана Кудрявцева его получила. Ее селекционная площадка находится в деревне Покровская под Павловском. Как нельзя более уместен в луговых цветниках и мистер Икс, и неразлучники. И сейчас их достаточно много. Это серия карамелей Елены Константиновой, карамель клубничная, карамель вишневая, сретенка, неглинка, фонтанка есть замечательной с питерскими именами. Вообще довольно много флоксов с питерскими именами у в том числе московских селекционеров. И это очень приятно. Кто бывал на нашей выставке, знает, что у нас два зала. Основная экспозиция в Большом зале и отдельно зал новинок, который в первый день работы выставки жюри оценивает. Что же мы оцениваем? Мы оцениваем оригинальность этого нового сеянца, его, так сказать, технические характеристики. То есть плотность лепестков, длину трубочки цветка. Вот трубка цветка должна быть коротенькой и плотной. Тогда этот цветочек, это соцветие не будет страдать и размокать от сильного дождя и будет легко восстанавливаться. Вы знаете, что флоксы на самом деле дождь, конечно, не любят. Цветки повисают. Но есть сорта, которые быстро восстанавливаются. Раз и подняли цветочки. А есть сорта, у которых цветы портятся от дождя. И они вот не очень красиво висят на соцветии. Ну, понятно, что первое лучше. Зачем же, скажете вы, все новые и новые сорта, когда их и так более тысячи? А может быть и больше. На самом деле никто не считал, потому что каждый год появляются новые. Дело в том, что селекционеров не остановить. Новый флокс получить достаточно легко. Сеянцы собирают семена, сеют, на следующий год оно цветет и предъявляются публике. На самом деле, конечно, это очень рано. Никогда свежеоткрыв... Вот сеянец первого года никогда, конечно, не показывают. Надо смотреть, как он себя поведет в саду. На второй, на третий год, на пятый год. Какой будет высоты куст крепленький. Или у него стебли. Красивые ли у него листва. Хорошие ли у него соцветия. Сколько он времени цветет и так далее. Масса характеристик, которые нужно проверить добросовестному селекционеру. И вот общество любителей флоксов, секция русского ботанического общества, как раз пропагандирует именно такой подход. Давайте будем показывать сеянцы, которые испытывались уже. Тем более, что у нас есть замечательные полигоны для испытаний. Например, питомник Северной Флора, у которого поле под открытым небом, открытое всем ветрам. И вот если флоксы хорошо выглядят на поле этого питомника, значит, этот флокс достоин того, чтобы украсить наши сады, городское озеленение и будет прекрасно чувствовать себя в любых условиях, скажем так, в любых условиях. Потому что более спартанских, чем вот это открытое поле, для флокса придумать сложно. И после того, как жюри оценивает сеянцы, им присваивается название, часто рабочее, иногда на всю жизнь это название закрепляется за данным сеянцем, за данным флоксом. И потом посетители публики выбирают любимца, что им больше всего понравилось в зале новинок, и что им больше всего понравилось в зале классического ассортимента, который уже, ну, скажем, может быть он новый, но по крайней мере лет 10-8 назад он уже был известен. Наша выставка проходит каждый год, независимо от погодных условий. В жаркое лето мы выставляем более двух сотен сортов, в холодное лето, как сейчас, мы выставим более двух сотен сортов. Флокса не подводят никогда. Я желаю вам прекрасного сада с участием флоксов обязательно в ваших цветниках, в ваших полисадниках, в ваших городских дворах, наконец. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова